всем любителям парфюмерии привет как вы видите у меня закончилось два парфюма один из них это эротик другой из них руж вот он вот такие вот интересные пузырьки давайте вот так вот красиво положу ведь этот он сделать форме какого-то бриллианта бриллиантового сосуда скорее всего есть у меня видео про эти парфюмы так как вот этот пузырек и она скорее всего выброшу нем ничего интересного нет это скорее всего оставлю он такой забавный конечно стекло крашеное не настоящее красное стекло я так думаю вот так вот мы положим разложим наверное это я сниму чтобы еще видели ее подарок куда положить сюда значит и здесь вот такой бантик дизайнер дита фантис у нас значит сделала 4 аромата ну как сделано заказала парфюмером пришла решила она помощи белье делает у нее кстати давайте посмотрим что она делает потому что у нее есть сайт у нее же есть сайт и где мы можем найти а нет ну на фрагрантики в общем заходите дита фантис находите под дэй сверху там на фрагрантики есть алфавит и на дэй у нее и можно ее найти дита фантис ароматы страна значит сша индустрия селебрити и значит в сайт дизайнера ссылка на ее сайт есть я кстати на нее подписана она кстати подписана на эту ренату рит литвинова но и рената литвинова на нее не подписано так давайте посмотрим чем она торгует я хочу сказать что эротик у нее есть на продаже но он стоит дорого у него на сайте давно я уже смотрела сейчас еще раз посмотрим вот у нее бутик бутик и и у нее продажа идет бьютик так что но она книгой книгу продает на свои фотографии коллег тебе ты блес коллег ты блес что такое а постеры продает майки со своим изображением продает плейбой 2002 на обложке она красивым белье значит ручки с ней нет в продаже раскупили нейлоновые значит какие-то там что такое какие-то нейлоновые чулки что ли продаются 75 евро ночью видите она зарабатывает на это молодец продает раскрутила своими и продает бьюти посмотрим что в бьюти продавались тут ногти на ногти в раскупили вот этот парфюм значит тоже был 20 миллилитров и 40 миллилитров и он распродан удивительно что он распродан потому что и на ю тубе даже если посмотреть по моему татьяна делала видео у него большая коллекция парфюмерии татьяна из италии на нее подписано что-то она давно не делает видео довольно таки интересные видео ее вкусу тоже можно доверять и она кстати он не не очень-то и понравился а где-то фантисыротик есть так что сами пройдете тому музыка и видео у него что только нету она молодец продает все на программе найдете этот сайт и и у нее значит 4 аромата и я так по-моему это все сделано кстати аромата в германии насколько я это помню дайте посмотрю я если что-то увижу здесь то пишут значит эротика тут написано сделано в германии кто здесь посмотрим сделано в германии поэтому они где-то стоит знаете они небольшой расход по 20 миллилитров сколько на 20 миллилитров по ну суть не важно там у них видите пройдете по сайту и посмотреть сколько миллилитров она продает в общем этот парфюм в продаже сейчас в росмане в дэм я не видел его его раньше и дэм продавали и в росмане в росмане он еще стоит в продаже продается руж но руж идет в другой упаковке и я хочу сказать что-то новая упаковка но они пишут limited edition лимитированная коллекция но мне лимитированная коллекция мне по виду больше нравится чем вот эти флаконы они знаете они сделаны сейчас объясню как они такие какие-то овальные и вот так вот они сделаны вот такая гофрирка идет на них гофрированные флаконы покраска краска вот примерно вот так вот они сделаны вот так вот вот как сахануар вот так вот в общем если я найду фото я выставлю как обложку и вы поймете а это как бы старая упаковка но не знаю в новой упаковке продается в старых я не видела и если брать 2 этот у меня второй аромат его по второму разу купила третий раз я почему-то не купила знаете почему потому что я как уже заметила видимо то ли он стал меняться то ли была другая погода то ли или скорее всего я скорее всего была каком-то болезненном состоянии или что но еще мне так не понравился этот запах потом на мне хотя вот этот парфюм и у меня на фрагрантики есть право оба этих парфюма я писала этот парфюм не очень нравился но не знаю что-то случилось что что какая-то там нота начало свербить и меня раздражать я хочу сказать что вот этот парфюм руж он он на любителя ну такое знаете винтажный старый запах тенденция такая вот в стиле 50-х 60-х годов я точно вам говорю и поэтому хотя я прочитаю вам один отзыв эта девушка сделана отзыв мой и она была в гневе давайте пора руша руша я вам скажу основные аккорды амбровой древесной цветочной зеленый цитрусовый мягкий пряный и что же пишут так двенадцатом году он выпущен основной ноты бергамот ну да бергамот тут есть но хочу сказать тут если взять просто бергамот как бергамот есть у меня масло бергамот масло бергамот не больше нравится чем он здесь апельсин розовый перец апельсин есть точно розовый перец но то сердце китайский черный чай магнолия амбра древесные ноты и значит ну парфюмера не указали они не знаю почему можете почитаем отзыв после и самый последний отзыв идет значит такой очень хочется хочется чтобы милые дамы уже наконец прекратили писать свои комментарии какой-то бред про возраст девочкам до 40 не подходить к ним близко хо-хо я двадцать пять лет девочка ношу красные волосы тату рукав готишные балахоны короткие платья грубые ботинки этот аромат со мной очень гармоничен вот вы должны понять вот кому такой аромат может понравиться вот просто не обольщайтесь вы когда прочитаете например значит и значит и состав и вы думаете мне это понравится увидите флакон да он красив но вот прочитайте этот отзыв да на фрагрантики тогда поймете кому он может понравиться до этой девчонки он подходит под ее внешность под ее одежду как вот напишу сейчас тоже старенькие тетеньки за 40 не подходить к нему близко смешно право слово да аромат очень женственно завлекающий но женственно пока слава богу не с возрастом изменяется потом но я писала значит посмотрите значит фильм корабль дураков есть такой фильм корабль дума дураков симона синьоре и сразу вы поймете оно вам надо или нет потому что он как раз вот именно вот эту вот синьора синьоре в этом фильме да и ее героиню вот он и описывает вы должны понять понравится но или вам или нет он есть продажи в германии его полно его полно в кауфу в кофе я его видела разбавленные правда как здесь дезодорант такой слабенький я хочу сказать у них обоих не такая уж сильная стойкость вот и не стойкий он сразу вам говорю вот такой вот значит тут видите уже от старости это начинает краска слезать тут диток ключик такие забавные ну это как защелка сюда здесь значит защелка с цепочкой куда я делал не знаю вот и так у бантика вот он снимается давайте на пальчик можете одеть и ходить или на резинку прикрепите на волосы подарочки такие небольшие так что имейте ввиду но но не знаю второй раз я его покупать не буду но он такой ну как сказать он неплохой ну там люди пишут красивая амбра но амбра тут некрасивая для меня она некрасивая она на моей коже красиво не раскрывается вот я говорю красивая амбра я сейчас покажу какая красивая амбра вот здесь вот она красивая кстати вот она красивая амбра это от как бы мне правильно сказать л-артизан парфюмер понимаете а то я прошлый раз какой-то ужас сказала я люблю по-своему прочитать вот здесь красивая амбра она кстати продается этот парфюм в ТКМХ я была в ТКМХ и там завалили просто парфюмами значит и вот это от л-артизан парфюмер полно парфюмов вот там действительно красивая амбра она мягкая приятная классно ну там еще знаете и как сказать парфюмер звездный создал здесь амбра некрасивая ну вот я говорю этот парфюм неплохой но второй раз я его покупать не буду если этот парфюм я покупала второй раз и возможно даже я куплю третий раз но в другой упаковке которую выставлю на обложку вы увидите да то вот этот нет имейте ввиду ну почитайте отзывы вы должны понять подход ли тот образ значит или нет я просто хочу сказать вот я еще заметила еще как если например человек примерно моего типа я имею ввиду даже внешне да внешне как он одевается и какие у него мысли и внешность значит то я прислушаюсь этому человеку и вот например татьяна рассказывает когда про парфюмы да я понимаю что если что-то очень понравилось то и мне понравится если например похититель ароматов рассказывает ему что-то супер очень понравилось то да я доверяю что мне это тоже понравится я не разочаруюсь понимаете смысл в чем например есть блогеры которые что-то там рассказывают им очень супер это нравится но по внешнему типажу они мне не подходят ну прям какие-то там жгучие брюнетки значит с накачанными губами которые постоянно делают какие-то пластические манипуляции со своим лицом мне например я знаю что мне точно парфюмы от этого человека которому очень ему нравится мне не подходят они мне не нравятся они мне не нравятся просто не от того что человек неприятен а просто как бы он не подходит мне я уже просто прислушалась например что об этом об этом аромате человек говорит я мне он не нравится посмотрел нет так что я считаю что внешность человека вы как бы можете когда парфюмы хотите себе выбрать вы фрагрантику прочитаете потом посмотрите на человека который внешний тип близок вам то возможно что этот парфюм вам подойдет так а потом знаете я не например совершенно не слушаю людей которых больше десяти тысяч подписчиков значит на инстаграм в ю тубе но там уже идет коммерция просто напросто там могут прописывать вам парфюмы которые залежались вот я в основе смотрю как его на ю тубе например я смотрю смотрю и подписано на людей которые не много подписчиков которые рассказывают как раз именно от сердца души а не то что им нужно это рассказать но я могу вам скинуть интересный один ролик довольно таки как работает как работает как заработают блогеры ютуб блогеры и вы кое-что поймете чтобы вас не разводили на деньги я имею ввиду я ничего не имею против зарабатывания значит ютуберами значит денег это нормально но как вы должны понимать что реклама не есть правда например которая реклама реклама бушующая реклама на телевидении или в интернете вы тоже же должны а над этими рекламами работает много психологов и им же нужно продать им же надо продать продать, продать, продать продать, продать продать свой товар они из-за этого к рекламщикам обращаются вот вот такие мои разговоры длинные и преддлинные размышления еще по второму разу пройдусь про эротик давайте читать у нас люди не любят они любят у нас слушать как радио значит эротик древесный смолистый дымный свежий пряный кожаный кожаный я так думаю что вылезла какая-то кожаная нота очень сильно и вот она мне не понравилась потому что древесный мне нравится смолистый мне нравится дымный аромат нравится свежий пряный мне нравится и видимо вот это кожаный кожаный очень сильно вылез и поэтому он не стал раздражать но я хочу сказать я у нее 4 парфюма есть там еще значит такой сиреневый пройдусь по нему я его пробовала его продавали года может два назад или год назад его в ковхове видела но ты просто знаешь знаете сирень сиреневая сирень вот набрызгали ну запах сирени все ничего там такого прям сверх естественно я не разглядела но я не видела именно я видела виде дезодорантов его ну слабенький слабенький типа раствор а виде парфюмов я его не видел может быть он другой я не знаю так эротик выпущен в тринадцатом году это значит на 12 и 13 но я считаю что вот этот один из самых достойнейшую нее композиция аромата включает но ноты роза ладан кожа перец кориандр мускус сандал белый кедр гу-як ладан мне нравится мускус отличная вещь у меня кстати есть настоящий мускус и точно вам говорю возможно я сделаю видео на эту тему но тему мускуса я очень хорошо проработала просмотрела и я думаю что мне настоящий мускус потому что знаете смысл в чем настоящий мускус он с годами только лучше становится запах это такое такая эссенция такой вот такая вещь которая не портится сказать с годами она улучшается у нее состав интересен становится я думаю что у меня настоящий потому что там есть такие признаки как определить сандал я вообще тоже очень люблю белый кедр хорошая вещь так вот и кстати его не продают но не знаю в нашем городе его нет 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 его нет но он был игру пока я думала купить мне не купить потому что было период знаете разочарование когда я вам сказал что вылезла какая-то нота и я не стала его покупать ночью а он кстати у немцев любимый потому что потому что вот этот то еще стоит и долго еще будет стоять а вот этого нет его почему-то быстро расхватывали вам сразу говорю в галантерейных его быстро расхватывали потому что в демо его вообще нету и они его не покупают а в росмане он есть ну был его тоже раскупили эротику это и он хорош был на ночь и у меня есть видео значит ночные ароматы я его кстати на ночь наносила и засыпала хорошо ну вот девушка одна пишет у него значит от июля 16 июля 16 года сначала шпала дым жар направлением схож с армании баси вайл форрест прочими дымными деревяшками и на чернила похож не чудица ветивер и табака ксикумуры от шанель и они тут не заявлены никакого перца мускуса розы сладости нет и в помине да там нету этого я с ней согласна дым кожи деревяшки я его безумно обожаю звучание равномерное 100 стройно деликатно шлифит стойкость даже на к коже весь день на коже возможно весь день но он не сказал чтобы он так сильно шлифил создателю брависимое огромное спасибо очаровательная формчанка который мне просто взяла и подарила тридцатку этого чуда я в восторге а что я написала ну там прочитаете да это написал что второй раз покупал жозефин пишет стать интересного не отзывы но напишет когда была маленькая обожала ходить с мамой на почту там у тети за высокой стойко расплавленный сургуч пах так волшебный когда не забуду одно из самых лучших мэдии детских воспоминаний купила себе эротик ностальгирую извините если кого обидела таким сравнивать для меня он очень супер очень даже эротик да кстати есть такое что-то в этом ну запас сургуча он неплохой она любит ароматы из детства пишет давайте пройдемся еще по каким-то ароматам но я помню вот этот аромат продавали значит где-то фантис где-то фантис да он такой черный и вот вы обратите внимание вот именно в примерно в таком стиле значит лимитки сделали новые но тут видите там подставка идет у этого черного аромата на фрагмар а вот они кстати да 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 вот в таком виде там под картинка диты этот флакон вот в таком виде сделано и эти ароматы по новой сейчас перезапустили по-моему я его пробовала у меня не впечатлил но тут написано кстати парфюмер натали лорсон там тоже бергамот я думал вот он мела не впечатлил потому и его и не купила что у нас натали лорсон сделала но там полно наделала для эйвен работала цару ну полно полно он устрогал ароматов шаппорт ага вишь . бандел армане понятно ну и как вы если какой-то аромат вам понравился смотрите парфюмера то вы примерно знаете его вкус и пристрастие когда вы покупаете парфюма этого парфюмера они вас не разочаровывают ну потому что такой почерпан но мне вот дешафу нравится и когда я покупаю его парфюма ними не разочаровывают если там был какой-то немного разочарования рассказал про парфюмы от артизан парфюмер да там был один парфюма типа совместно с ученицей он делал я так думаю что там ученица дело он и не делал этот парфюм чем он думает ну пусть сделала сделала пусть и рядом ими стоит и поэтому как-то он не не впечатлил давайте вот еще флё тис дита фон тис такой сиреневый он значит цветочная пудровая древесная белые цветы свежий ну в общем то лилия кассабланка жасминсамбак бергамот но ты сердце сирене риск элеотроп ну там еще она сирене было не знаю и кстати ну там и отзывов то не так уж много но его и нету в продаже хочу сказать в германии на игру пробовала как-то и меня не впечатлил хотя тоже такой приятный красивый флакончик но у диты красивые флакончики я думаю что она все равно это она же все-таки одобряет эстетику флаконов и содержание флаконов вот так что вот так вот такое длиннющее видео такие вот мои размышления по поводу парфюмов от селебрити смешный бантик что вы думаете что вы пробовали ну по-моему в россии я бы не сказала что продавали у меня подружка там говорит ой типа я хотела бы такой купить а у нас не продают ну тут вот этот не продают не продают не продают не продают не продают так что вот этот я флакончик выброшу вот этот оставлю ну такой красивый же можно положить его в этом в туалете пусть будет такой забавненький какая-то игрушка елочная но сейчас вот перевыпустили так довольно таки интересные флаконы получились в общем кто пробовал эти парфюмы напишитесь можете расписать как вы покупаете парфюмы на что вы ориентируетесь на что вы ориентируетесь при выборе парфюмов до свидания до свидания